Выступление против санкции, призывы отказаться от доллара и мольба о мире во всем мире. Эти и другие заявления громко прозвучали на саммите ШОС. В Астане завершилось заседание Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. За круглым столом собрались мировые лидеры. Каждому из них было что сказать. Наша страна завершила председательство организации и передала его Китаю. С места событий наш специальный корреспондент Яргали Рамазанула. Казахстан выполнил все заявленные цели и задачи. 150 мероприятий, 60 новых документов. Касымжимар Тукаев подвел итоги председательства Казахстана в Шанхайской организации. Сотрудничество сегодня в стенах Дворца независимости собралось полтора десятка глав государств и правительств. Внимание всего мирового сообщества приковано к нашей стране. На пространстве ШОС проживает свыше трех миллиардов человек. Организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира, на долю которых приходится треть мирового ВВП. Потенциал ШОС огромен, но ее роль велика. Ряды организаций сегодня официально пополнила Беларусь. Главы государств, членов Шанхайской организации сотрудничества подписывают о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены Шанхайской организации сотрудничества. Приветствуя высоких гостей, Касымжом Артукаев обозначил ключевые направления, которые, на его взгляд, имеют стратегическое значение для всех стран Шанхайской десятки. Первым он назвал укрепление взаимного доверия и сотрудничества в области безопасности. Среди других приоритетов – расширение торгово-экономических связей и укрепление транспортной связанности. В мировой экономике набирают обороты неблагоприятные тенденции. По данным Всемирного банка, темпы роста глобальной экономики в этом году замедлятся. Очевидно, что мировая экономика нуждается в новых точках роста и совершенно иной парадигме развития. Поэтому важными задачами шанхайской организации, на наш взгляд, являются расширение торгово-экономической кооперации, создание условий для свободного передвижения капитала и технологий, борьба с климатическими вызовами. Саммит ШОС впервые прошел в формате заседания Совета глав государств-членов и встречи ШОС+. На полях организации сегодня было принято 25 документов. Среди них Астанинская декларация и заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства. На последнем Токаев акцентировал особое внимание. По мнению президента Казахстана, разрешить имеющиеся в мире противоречия и обеспечить долгосрочную стабильность можно только благодаря коллективным усилиям и мудрой дипломатии. И односторонние санкции этому не способствуют, убежден глава государства. Санкционные конфликты наносят существенный урон мировой экономике, сужают перспективы дальнейшего развития. В таких условиях нам предстоит выстраивать более гибкую стратегию торгово-экономического взаимодействия, нацеленную на сохранение позитивной динамики и наращивание потенциала. На текущем этапе экономики стран-участниц ШОС демонстрируют высокий темп роста от 4 до 9%. Доля государств ШОС в глобальном валовом внутреннем продукте уже составляет 30%. Сегодня внешняя торговля стран-участниц превышает 8 триллионов долларов, что эквивалентно четверти всей мировой торговли. Мысль Касымжумар Татукаева продолжил Александр Лукашенко. В своей эмоциональной речи президент Беларуси призвал в рынках сотрудничества учесть интересы каждой страны и найти точки соприкосновения. Начать он предложил с финансовой части. Создать механизм двусторонних платежей в национальных валютах, чтобы меньше зависеть от американской. Ну давайте наконец сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара. И вы увидите, испугавшись, те, кто манипулирует долларовой дубиной, поймут, что дальше так быть не может. Мы это все видим, но не делаем, а люди ждут. К мирному урегулированию международных споров призвал и глава Турецкой республики. Эрдоган заявил, что мировой фундамент, основанный на правилах международной системы, пошатывается. А такие проблемы, как терроризм, исламофобия и ксенофобия, нелегальная миграция, изменение климата, энергетическая и продовольственная безопасность, а также сбои в цепочках поставок, увеличивают серьезность геополитических потрясений, считает президент Турции. В результате нападений в секторе Газа погибли более 37 тысяч невинных людей, и около 90 тысяч палестинцев получили ранения. 16 тысяч детей погибли под руинами в результате совершенных нападений. Руины, под которыми умирают дети, по сути являются обломками международной системы, утратившей свою легитимность. Чтобы положить конец этому вопросу, необходимо остановить Израиль. А для этого необходимо усилить международное давление на израильскую администрацию. Пожалуй, основным сторонником мира во всем мире за круглым столом саммита стал генеральный секретарь ООН. Именно мир, по мнению Антонио Гутерриша, должен стать основной целью, ведь это базовые условия устойчивого развития и осуществления прав человека. Генсек выступил за прекращение огня в Украине, Афганистане и секторе Газа. Нам нужен мир на Ближнем Востоке. Начиная с немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, заканчивая безоговорочным освобождением всех заложников, ростом помощи, спасению жизни и созданию дорожной карты для решения проблем и создания двух государств. В рамках права палестинцев на самоопределение каждый день на счету. Когда дети в секторе Газа умирают, получают тяжелые увечья и травмы, теряют своих родителей и дома, это все должно остановиться. Главы других государств-членов также выступили с предложениями. Так, Китай предлагает создать ассоциацию ШОС в сфере цифрового образования. Узбекский лидер Шавкат Мерзиёев считает необходимым разработать единый банк гуманитарных инициатив и программ организации. Туркменистан предлагает построить газопровод через Афганистан, а казахстанская сторона призывает стран-участниц совместно решать вопросы деградации внутренних водоемов. По мнению Касымжемарта Токаева, крайне важным направлением деятельности ШОС также является расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. Эта сфера находилась в постоянном фокусе внимания во время председательства Казахстана в организации. Казахская земля издревле была своеобразным перекрестком цивилизации. Убежден, огромное пространство ШОС, пронизанное уникальным культурным кодом Большой Евразии, должно и впредь выполнять историческую роль сближения народов. Действенным инструментом в этом плане является создание культурных центров. Полагаю, что реализация подобных проектов на всем пространстве ШОС будет содействовать установлению более тесных культурно-гуманитарных связей между нашими странами. В это дело важно активно вовлекать молодежь, создавая возможности для ее всестороннего развития и более интенсивных контактов. Лидер Казахстана заявил о приверженности нашей страны всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ШОС и формате ШОС+. Он также выразил уверенность, что все конструктивные предложения стран-партнеров придадут новый импульс дальнейшему поступательному развитию организации. Тем временем Казахстан передал председательство в ШОС Китаю. В Астанинской декларации страны-участницы объявили 2025 год годом устойчивого развития.